Мир вам, братья и сестры! Хочу предложить размышления к нашей молитве. Я назвал ее так. Страх опасности и опасность страха. Псалом Давида, 26, 1 стих. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Мы живем в мире просто окутанным страхом. Боимся потерять работу, боимся своих детей, боимся заболеть, боимся темноты, прививок, зубного врача, боимся быть обманутыми, боимся боли, боимся предательства. Много чего боимся. Сказать, что наличие страха – это сугубо отрицательное качество, мы не можем. Существует естественный, природный страх, как средство самозащиты в момент опасности. Человек, который не имеет такого страха, его нельзя назвать вполне нормальным. Страх включает защитный механизм, предохраняет опасности и разрушения, и тем самым служит сохранению тела и души. Человек боится огня, ядовитых насекомых, хищных животных, цунами и землетрясений, и это нормально. Боится и потому защищает себя. Опасность также может быть продиктована и угрозой душе человека. Страх опасности у нас должен вызывать любой намек на грех. Правильно и нужно бояться греха. Грех – это то, что нарушает Божье устройство мира, разрушает личность и отношения между людьми. Грех – это нарушение установленных Богом законов духовной жизни. Грех есть беззаконие. Грех – это уклонение от Божьих целей и избрание своих приоритетов. Мы должны иметь страх опасности, опасности, которую несет грех. Всем нам известны три вида страха Божия. Первый – это страх раба. Это страх наказания за преступление. Раб боится господина своего и трепещет, потому что знает – за проступки будет наказание. Многие люди представляют Бога как розного владыку и избегают греха, боясь возмездия. Но если бы эти люди знали, что могут избегать наказание, то, вероятно, они с услаждением бы принялись делать нечестивые дела. Страх раба – это несовершенный страх. Иисус говорил ученикам, «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его». Иоанна 15, глава 14 текст. Другой страх – это страх наемника. Боясь потерять плату за труд, лишиться награды. Наемником называют человека, когда он уже не боится вечных мух, но знает, что добродетели Господь награждает блаженством. Но рождает благодатью и трудится для Бога ради награды духовной, ради награды Царства Небесного. Это высокая стадия святости. Это страх человека, который испытал на себе очень глубокое духовное действие благодати Божией. Хотя это еще не совершенный страх. Вспомните притчу о блудном сыне. Сын принимает решение. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему «Отче, я согрешил против неба и при тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему «Отче, я согрешил против неба и при тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». И здесь отец прерывает его. А отец сказал рабам своим «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги». Отец не дает договорить той фразы, что он запланировал. Он говорит ее только в уме. А отец, когда встречает, дает сказать ему «Я не достоин называться твоим сыном». Но наемникам его к себе брать не хочет. Недостойным сыном берет, а наемникам не берет. И еще один вид страха – это страх сыновней. Боязнь огорчить любовь. Многие люди думают, что страх Божий – это страх перед Богом. Это не так. Это страх опечалить Бога. Если у вас есть любящий, добрый, справедливый, сострадательный отец, вы будете его бояться. Конечно, нет. Но, вероятно, вы будете бояться расстраивать его. Бог – совершенство, истинная доброта, справедливость и любовь. Как можно бояться того, кто любит? О связи любви и страха пишет апостол Иоанн. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся – несовершен любви. 1 Иоанна 4, глава 18, текст. Тот, кто не имеет Бога, любви в своем сердце, того мучают страхи. Иисус также указывал на связь страха с недостатком веры, когда сказал апостолам, испугавшимся буре, «Что вы так боязливы, маловерные?» Ученики в лодке, сильный ветер, лодку бьет волнами. В четвертую стражу ночи, а это время с трех часов утра до рассвета, Иисус идет по бушующим волнам. Ученики встревожились и от страха вскричали. Иисус сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Люди в состоянии страха ведут себя по-разному. Кого-то страх парализует, а кого-то мобилизует. Некоторые люди становятся собранными и очень продуктивными при страхе опасности. Посмотрите на Петра. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простил руку, подержал его, говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Меня всегда ободряет это место. Христос подал руку, подержал Петра и поставил его опять на воду. И вошли они в лодку, ветер утих. Вся наша жизнь, как бушующее море. И если мы твердо верим, мы можем ходить по волнам. А если мы падаем, Христос опять ставит нас на волны. Хотя мы предпочитали бы стать на твердую пучу. Наша боязнь связана с малой верой и сомнениями. Поддержку, которую оказывает нам Бог и нашу беспомощность без Него, можно проиллюстрировать следующим примером. Царь Сирийский пошел войной на израильтян. Служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше не лежат для тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуги, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Четвертая книга Царствия, шестая глава, с пятнадцатого текста. Вся проблема в том, что наши глаза бывают закрыты на духовную реальность. Нам кажется, что мы остались один на один с трудными обстоятельствами. Но это не так. Ответ на вопрос, что нам делать, звучит так. Нам нужно открыть глаза на духовную реальность. Господь управляет миром. Он знает, что делает. Есть другое состояние. Это опасность страха. Это когда у нас нет никаких личных причин бояться. И реальные обстоятельства не так грустны. Но на нас нагоняет страх, медиа новости или сообщения от знакомых или информации из других источников, которые заставляют нас тревожиться. Страхи владеют сердцами многих людей. И очень многое из того, что люди делают, каждый день, бывает продиктовано не их собственным желанием или необходимостью, а страхом. Должны ли присутствовать подобные страхи в душе и мыслях христианина? Кто-то сказал, настоящий раб – это не тот, кто находится в кандалах. Настоящий раб – это тот, кто и без кандалов сидит на цепи. На цепи своего страха. Иван Леот Матфея мы читаем в 10 главе 28 текст. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в ене». Фраза «не бойтесь» имеет в виду убивающих тела. Зло, которое они совершают, лишь временно. Мы же должны бояться более того, кто может и душу, и тело погубить в ене. Слово «бойтесь» употребляется здесь в двух значениях. Первое связано с испугом и страхом. «Не бойтесь убивающих тела». А второе – с благоговением и почитанием. «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в ене». Августин пишет. «Почему умирает тело?» «Потому что отделяется от своей жизни души». «Почему же умирает душа?» «Потому что ее оставляет жизнь, сам Бог». «Поэтому, узнав об этом, твердо знайте и придерживайтесь того, что тело мертво без души, а душа мертва без Бога». Иисус указывает здесь, что верующим следует бояться только того, кто может и душу, и тело погубить в ене. Но бояться нужно не в страхе и в ужасе, а в благоговении и почитании. «Способность Бога и душу, и тело погубить в ене» упоминается здесь для того, чтобы противопоставить его неограниченную и постоянную власть, а ограниченной и временной власти сатаны. Только Бог может определять судьбу души и тела. Благоговение перед Богом и понимание Его величия – это огромная сила, способная побуждать нас следовать за Христом, невзирая на страхи, которые нас преследуют. По сравнению с Божьими обетованиями, человеческие угрозы и жизненные тревоги выглядят просто ничтожно. Когда Хью Латимер, это один из лидеров английской реформации в XVI веке, проповедовал однажды в присутствии короля Енриха VIII, против взглядов которого он выступал, он сказал себе, «Латимер, Латимер, посмотри, что здесь король, будь осторожен в том, что ты говоришь». Затем он сказал про себя, «Латимер, Латимер, помни, что здесь царь царей, будь осторожен, как бы не умолчать о том, что следует сказать». За такую верность Латимер был впоследствии сожжен на костре, но он больше боялся огорчить Бога, чем вызвать раздражение людей. Мы должны больше бояться Бога, чем обстоятельств, которые вызывают у нас страх. Опасность страха заключается в том, что страх парализует свои жертвы. Вспомните израильтян, находящихся под воздействием голоса Голиафа. Написано, все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Мы знаем, что Давид же вышел во имя Господа и одержал победу. Сегодня одна только информация о болезни заставляет людей трепетать. Ой, если бы мы так же серьезно относились к словам Бога, как к сводкам новостей. Напомним первый прочитанный текст. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепый жизни моей, кого мне страшиться? Итак, какой страх нам необходим? Или кого нам бояться? Мудрый екклесиастер отвечает на этот вопрос. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Благослови нас всех, Господь, так и поступать.